Автоваз затеял большую модернизацию линии B0, с которой сейчас ходят модели Largus и X-Ray, плюс родственные им автомобили Renault. Перестройка конвейера нужна, чтобы на него могли встать полноприводные машины. По информации телеканала Автоплюс, в Тольятти будет реализована точно такая же технология производства, что сейчас действует на московском заводе Renault. Последнее подразумевает использование так называемых платин. Это передвижные площадки, на которые монтируются элементы шасси, двигатель, коробка передач и радиатор, после чего агрегатную базу подгоняют под кузов. Сейчас инженеры лишь прикидывают, как будет проходить обновление конвейера, а сам процесс модернизации затянется на 2-3 года. Зачем всё это нужно? В 2023 году Lada должна выпустить новое поколение Нивы. Как известно, оно будет построено как раз на платформе Биноль, а значит, грандиозная перестройка производства затевается аккурат для этого проекта. Следующая новость тоже из заводских корпусов. КамАЗ рассказал, как устроен его беспилотный челнок, который уже работает на территории челнинского автогиганта. Новинка может взять на борт 10 тонн груза. Притом развесовка по осям будет идеальной 50 на 50, ведь спереди и сзади электромобиль абсолютно одинаков. Кроме того, колеса сделаны управляемыми, поэтому для машины нет разницы, в какую сторону ехать. Пока машине позволяют разгоняться лишь до 40 км в час. Работает без кабинек так. Оператор отправляет автомобилю задание, а тот уже отправляется по заданному маршруту. Запас хода челнока на уровне 50 км, которых хватает примерно на пару рабочих смен. При зарядке трехфазным током восполнить запасы энергии получается за 5 часов, то есть за одну ночную смену. Следующий грузовик без кабины КамАЗ покажет примерно через полгода. Это будет не грузовая платформа, как сейчас, а небольшой карьерный самосвал. Свой беспилотник разрабатывает и группа ГАЗ, но их Газель Некст ездит не по территории завода, а по техническим дорогам одного из нефтяных месторождений. Фургон без водителя работает уже около полугода. Притом машину научили безопасно передвигаться даже по дорогам, где нет разметки, в том числе по заснеженным трассам.